Несмотря на то, что Сочи теперь позиционируется как круглогодичный курорт, по-прежнему основной поток отдыхающих устремляется в город именно летом. На данный момент на курорте отдохнуло 2 миллиона 200 тысяч туристов. В этом году у нас очень большой приток отдыхающих, включая и март, и апрель, в те месяцы, для которых характерная небольшая загрузка курорта. Однако в этом году за счет большого количества мероприятий, проводимых в городе Сочи, эта цифра поправилась. Но если брать по сравнению с прошлым годом, то примерно на 2-3% увеличилась загрузка. Номерной фонд города этим летом заполнен на 98%, приводят в статистику туроператоры. Санатории, гостиницы и мини-отели забронированы до конца августа. И разделение на горные и прибрежные средства размещения сегодня потеряло актуальность. Впрочем, традиционные туристические маршруты остались неизменны. Например, центр курорта. Улица Новогинская два года назад стала пешеходной. Теперь потоки туристов, да и местных жителей не иссякают ни днем, ни ночью. Я приехал сюда впервые, с Дальнего Востока. Мне очень нравятся пальмы. Это во-первых. Во-вторых, здесь погода очень прекрасная. В-третьих, люди. Мы каждый год приезжаем, нам очень нравится. Очень хорошо отдыхается, море прекрасное. Я тут уже нахожусь пять дней, и мне пока все очень даже нравится. Все очень замечательно. Тепло, жарко, хорошо. Очень нравятся магнолии, пальмы. Все классно. И, конечно, какой отпуск у моря без самого моря. Температура воздуха стабильна за 30. Скрыться о зное можно либо в тени парка, либо под водой. На выбор отдыхающим всевозможные водные аттракционы. Получить порцию адреналина не прочь, кстати, и местные жители. Еще охота сюда приехать, отдохнуть после работы, после отдыха. Хочется позагорать, наслаждаться видом, красотой, чистым воздухом подышать. А еще оставить помимо загара и впечатлений что-нибудь на долгую память. Курортные товары – хит сезона. Продавцы подтверждают, в этом году подсчитывать убытки не придется. В этом году, конечно, заметно больше, заметно больше. Даже некоторые старожилы, вот мы самые местные, и вот я общаюсь с людьми, говорят, ну, напоминает 80-й год, город Сочи, да. То есть, как штабелями, вот, лежат аж, душ, аж радостно за город свой. Пошли туристы, стало нормально, как в прошлом году, точно так же. Вначале были, конечно, не очень, а сейчас хорошо. Кстати, для многих россиян отдыхать в Сочи стала традицией. И те, кто, казалось бы, изучил каждый уголок курорта, в этом году открывают для себя что-то новое. Даже отдых на берегу может удивить. Вместо привычной гальки желающие могут понежиться на песке. Здесь очень замечательная детская площадка, детская дискотека, которую обожает наша малышка. Хорошее питание, хороший песочек, солнце, море, горы. Все прекрасно. Приезжаем второй год. Все нравится очень. Все очень нравится вообще. Главное, тихо, спокойно, народу немного. Шикарно. Безумно нравится. Море, солнце, песок. Я здесь все лето отдыхаю. Тут много туристов, всем все нравится. Жарко и все класс. В этом году руководство города ожидает 5,5 миллионов туристов. Сбудутся ли прогнозы, покажет только время. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.